Привет, друзья! Работодатели на основании статьи 83 Трудового кодекса в связи с частичной мобилизацией стали массово увольнять мобилизуемых работников. Следует отметить, что в законодательстве не содержится норм права, регламентирующих действия работодателя в случае объявления частичной мобилизации, и поэтому работодатели увольняют работников так же, как они это делают при призыве работника на военную службу. Данные права даны работодателям Трудовым кодексом. В 9 часов вечера 22 сентября правительство РФ опубликовало на официальном сайте информацию, что они утвердили постановление, в соответствии с которым за мобилизуемыми работниками сохраняется прежнее рабочее место, и действовать это правило будет в 2022 и 2023 году. На период мобилизации трудовые договоры мобилизуемых граждан будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. На их место работодатели смогут найти временных работников по срочным трудовым договорам. Несмотря на то, что данное постановление принято 22 сентября, оно защитит тех работников, кто мобилизован и 21 сентября. Друзья, ссылка на пресс-релиз правительства, а также на постановление правительства размещены в описании и в комментарии к этому видео. Если вы столкнулись с незаконным увольнением мобилизуемых граждан, то напишите, пожалуйста, комментарий под этим видео. Я тогда подготовлю и размещу типовую форму заявления для мобилизованных и защиты их прав, чтобы каждый нуждающийся мог скачать это заявление и воспользоваться им. Также, если у вас есть вопросы, то напишите их, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь по самым острым и важным вопросам подготовить видео и образцы документов с пояснениями. Копии документов мы разместим также в наших группах ВКонтакте, Телеграм и Ватсап. Ссылки в описании к этому видео.